Я приветствую всех зрителей моего видеоканала из этого Екатериненского парка. Сегодня у нас будет дерматологически жизненная тема. Называется она никелевый дерматит. Что это такое? Это очень распространенное заболевание. Оно встречается в России, Европе, Америке, Азии, Африке, по всему свету, даже в Австралии. Это гиперчувствительность замедленного типа. Я знаю, что меня смотрит очень много студентов, медиков и так далее. Это гиперчувствительность четвертого типа. Называется никелевый дерматит. Это когда присутствует такой замедленный ответ в виде скопления Т-лимфоцитов в макрофагах в клетке на раздражение, на контакт с определенным раздражителем, в частности с никелем. То есть, если у вас есть контакт с никелем, то на этом месте локальном, где есть контакт, там будет раздражение. Как оно выглядит? Вот буквально, как никелевый дерматит выглядит и случается в жизни? А колье, сережки, пряжки от ремней очень частый атрибут, заклепки на джинсах. Иногда девушка приходит, я говорю, на что жалкость умирает? У меня вот что. Поднимает водолазочку, а у нее там прям вот какой-то ремешок был, допустим, квадратный, квадратного цвета. Красное скопление красных папул, зудящих с расчесами. Иногда она уже с этим ходит. Долго там уже иногда такие расчесы, что посмотреть просто страшно. И самое главное, этот никелевый дерматит, когда формируется, допустим, вот вы надели, ну там, допустим, ремень с никелевой пряжкой, все. Потом любой вы надеваете бижутерию, часы с никелевой застежечкой, колье какую-то, какую-то бижутерию. При контакте с никелевым компонентом, если изначально на формирование контактного дерматита нужно 4-6 недель, то при последующем контакте, это буквально сутки, и у вас уже опять развивается эта никелевая реакция в виде таких красных зудящих папул, таких узелков на коже, которые невозможно чешутся плохо, выглядят красные и все. Ко мне такие пациенты обращаются, но в среднем раз в неделю я консультирую никелевый дерматит очень часто в своей практике. Как я лично в жизни столкнулась с никелевым дерматитом? Сейчас я вам расскажу, что было со мной. Я не знала о существовании у себя этого никелевого дерматита, каким образом я узнала. Я узнала через некачественные часы. Дело в том, что я стараюсь покупать, я знала, вернее, о том, что у меня никелевый дерматит еще где-то с юности. То ли колье какое-то, что-то у меня было, и возникла вот эта реакция, и потом мне рассказали про никелевый дерматит. Потом я ничего такого не носила. Я помнила об этом дерматите. Я носила только серебро или золото, или натуральные камни, и никогда не страдала никакой аллергией. И вдруг я позарилась на часы, которые я купила, признаюсь честно, на китайском сайте. То есть через какой-то такой перевозчик мне прислали по почте. И самое главное, я помнила про то, что у меня никелевый дерматит. Потом я специально покупала часы, и они пришли. Здесь вот было написано, вот, не вот, сейчас, нелюбимой Кате от мужа Вовы, а вот было написано, что stainless steel и так далее. То есть вот я убедилась, что корпусы стали. То есть аллергии у меня на эти часы не будет, успокоилась и стала бы не ходить. Буквально через два дня вот эта вся поверхность, кому видно, кому не видно, вот показываю, у меня покрылась вот этими красными папулами. Оказалось, что производитель сэкономил на застежке. На застежке не было стали, это был как раз никелевый сплав, который опять вызвал у меня этот дерматит. Но я пришла в бешенство, часы были красивые, они не стоили бешеных денег, но мне было жалко тех денег, которые я за них отдала, потому что, ну, это были бесполезные траты. Вот, и я от этих часов была вынуждена отказаться. И это продолжалось какое-то время. То есть я, честно вам скажу, я насыпала на эти грабли раза два или три с часами, потому что мне хотелось подобрать часы нормальные. Пока я не наткнулась на вот этот вот сайт, Ревертайм, с которым я теперь дружу и который люблю. На сайте Ревертайм представлены часы известных брендовых марок. Вот, в частности, вот то, что сейчас надет у меня на руке, это Таймикс, американская марка. Им 130 лет, у них ручная сборка, и самое интересное, под каждым часами написано. Не содержит никеля. То есть я, как только это прочитала, все, мне стало все понятно. То есть люди знают, во-первых, про этот никелевый термотит. Они указывают, уже производители указывают, что никель в сплаве он не включает. Поэтому я совершенно спокойно вот купила и ношу, и нет у меня никакого никелевого термотита. Поэтому, если у вас есть такая проблема, я вам очень сильно рекомендую. Рекомендую последовательному примеру. Ценовая политика очень лояльна, они совершенно недорого стоят. И в цвете, вот, можно подобрать, какой хотите. Мне вот очень нравится бирюза, поэтому я вот себе подобрала бирюзу. Что касается лечения никелевого термотита, то это будет отдельная статья. Лечение здесь, как к любому контактному термотиту, как к любому аллергозаинтересованному кожному заболеванию. Первое и основное – гипоаллергенная диета. Кто помнит, пожалуйста, идите на мой ролик «Гипоаллергенная диета» и посмотрите, что можно и что нельзя кушать. Второй момент – это антигистаминные препараты. То есть мы снижаем количество медиаторов в коже, которые физически вызывают покраснение и зуд, воспалительную реакцию. Антигистаминные препараты курсом здесь будут обязательные. Энтеросорбенты назначаются обязательно. То есть вы принимаете препараты, которые сорбируют на себя токсины через кишечник. Причем это будут любые токсины, которые вы вдыхаете, которые вы кушаете, которые вы наносите на кожу. Энтеросорбенты – неотъемлемая часть эллиминирующей диеты. И нарушенные средства назначаются противовоспалительные, стероидные, мази, топические, гормональные средства, которые не оказывают системного эффекта. Они подходят всем, даже грудным детям. Назначаются гормональные, топические средства. Лечение довольно стандартное. Лечение очень распространенное. Ничего сверхъестественного оно в себя не включает. Но лечение системное. Вот казалось бы, какой-то ремешок от часов несчастный. А будьте любезны, на 14 дней вам диета, мази, таблетки. Тратьте деньги, меняйте свой режим жизни, следите за собой. Вот такие последствия. Ну и уже, чтобы закончить тему никелевого дерматита, прямо сейчас расскажу вам страшилку. У меня в буквальном смысле слова где-то две недели назад пришел паренек как раз с никелевым дерматитом на пряжку от брюк. Вот, это такая вот реакция в виде вот такой вот бляхи, огромной красной сливной зудящей. Его никак не смущало. Он продолжал носить этот ремень с никелевой пряжкой. Вот, зудело у него страшно, и вот эта вот ген-антитела реакция была настолько сильная, что у него пошли отсевы уже по всему телу сыпь. И там, к сожалению, кроме вот этой терапии, которую я сейчас перечислила, пришлось включить капельное лечение. То есть парень еще и на капельницы попал. Вот, поэтому, ребята, кожное заболевание только кажется, что кожное, подумаешь, это не серьезная проблема, от этого не умирают люди, да? Это только кажется, это кажущийся эффект. На самом деле, последствия могут быть очень серьезные, включать в себя не только систематическое лечение, которое я вам сказала, но и даже придется брать больничную, чтобы ежедневно посещать процедурный кабинет и внутривенно капельное вливание дерматологического коктейля получать. Вот такие бывают страсти. И сейчас пока! Продолжение следует...